Девушки отдыхают Есть тигр, появилось слово тигр Но самое интересное началось, когда мы начали использовать ту же систему символов для обозначения абстрактных и неосязаемых понятий и ощущений Как назвать раздражение? Что такое злость или любовь? Когда я говорю «любовь», у меня изо рта вылетает слово и попадает в ухо другого Проходит через сложную систему его мозга, через его воспоминания о любви или о недостатке любви Мозг регистрирует это и говорит «Да, я понимаю, но как я узнаю, что меня верно поняли?» Слова пассивны Это просто символы Они мертвы Понимаешь? Большинство наших переживаний не передать То, что мы чувствуем, невозможно выразить словом И все же мы общаемся между собой Чувствуем связь Думаем, что поняли друг друга У нас появляется ощущение духовной общности Возможно, это чувство мгновенно Возможно, это чувство мгновенно